Эта труба находится достаточно далеко от экрана, поэтому тень от нее получается размытой. Поставим карандаш так, чтобы тени от трубы и карандаша скрещивались под острым углом. Какую удивительную картину мы наблюдаем. Тень от карандаша преломилась, а можно сделать так, чтобы она вообще разорвалась. Как такое возможно? Некоторые сразу же говорят, что это дифракция, но не спешите делать выводы. Давайте немного изменим этот опыт. Поставим карандаш параллельно трубе. Когда тени сближаются, тень от карандаша становится толще и делается более резкой. Пронесем одну тень сквозь другую. Какая странная картина при этом получается. Заменим трубу ровным краем какого-нибудь крупного предмета, а карандаш тонкой палочкой, тень от которой размыта очень сильно. Но смотрите, какой четкой она становится, когда мы приближаем ее к границе света и тени. Солнце не является точечным источником света, поэтому затененная область за всяким предметом разделяется на полную тень, куда прямые лучи солнца не попадают вообще, и полутень, куда попадает только часть солнечных лучей. Наша палочка тонкая, а расстояние от нее до экрана большое, поэтому область тени от палочки не достает до экрана. Нарисуем также тень и полутень от большой преграды. Заметим, что из области тени солнечный диск не виден вообще, а из области полутени видна только часть солнечного диска. Когда мы вносим палочку в полутень, нижняя часть солнечных лучей на нее уже не попадает. Поэтому область тени за палочкой становится длиннее и дотягивается до экрана, а область полутени становится уже. Вот изображение палочки и делается более четким. Аналогичные эффекты можно наблюдать с двумя палочками, поднесенными близко к глазу. Чтобы вы тоже смогли их увидеть, мы посмотрим на палочки через расфокусированный фотоаппарат. Вот эффект со скрещенными палочками. Кажется, что острый угол между ними чем-то заполнен. Отодвинув одну из палочек подальше, мы можем наблюдать преломление, как в нашем опыте с тенями. А этот опыт вы можете сделать прямо сейчас. Поднесите большой указательный пальцы близко к глазу и начните их сближать. Перед тем, как пальцы соприкоснутся, между ними появляется темная перемычка. Видите? Вот мы и научились управлять своим биополем. А если без шуток, попробуйте объяснить этот оптический эффект самостоятельно. Ну и кстати, может быть вы сумеете придумать другие эффектные опыты с тенями, до которых мы не додумались. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова